Так уж получилось, что весь первый этаж общежития на улице Ильича был скуплен и оказался в одних руках. Собственник сначала разместил здесь офисы, но вскоре приспособил помещение для производства. Тут еще цех был, тапки какие-то тут клеили, так вообще хоть с общежития убегай. Знаете, ведь у нас дети во всех есть, а тут невозможно дышать. Я и говорю, всегда открываем окна, здесь двери, и клеем невыносимо как пахнет. Прямо голова кружится. Цех по производству обуви выехал, но в помещение тут же въехала мастерская по реставрации мебели. А к запаху клея добавились запахи лаков и красок. Какие вы работы проводите, и что здесь, собственно говоря, за цех? В главном доме. Ну, это не цех никакой. Да, а чем вы тут сейчас занимаетесь? Реставрацией занимаюсь. А вот в чем заключается реставрация? То есть вы используете лаки какие-то, красители? Вот какие, а какое? Нет, красителей никаких не используем. Все на водной основе. Жильцы убеждают нас, что реставратор говорит неправду. К тому же все полки в мастерской заставлены растворителями, лаками и красками. Здесь нет на водной основе практически никаких ингредиентов. Я сам строитель работаю, да, я вижу растворитель, аспирит и все остальные лаки у них присутствуют. Но лаки и краски – это еще не самое страшное. Жить в доме становится совершенно невыносимо, когда мастерская получает заказы на реставрацию изделий из кости. Вот когда они занимаются реставрационными работами по кости, то это запах ужасный. Ну, можете представить, как в стоматологии пахнет паленая кость, ну, зубы. А тут раз в 20, наверное, запах ужасный. Все требования жителей прекратить вонючие работы собственники мастерской упорно игнорировали. Как быть в подобном случае? В первую очередь обращаться в управляющую компанию. Объяснили нам в Роспотребнадзоре. Управляющая компания не имеет права размещать в жилом доме любое производственное предприятие. Работники управляющей компании, они четко понимают, что они в данном случае нарушают эти санитарные правила. Жители последовали этому совету, но повлиять на собственника управ компанией не смогла. К моменту прибытия комиссии мастерская временно свернула свои работы. На момент обследования никаких посторонних запахов не присутствовало. Жителям было предложено при выявлении фактов, когда действительно исходит запах лакокрасочного покрытия, либо повышенный шум, обратиться в Роспотребнадзор, либо в адрес предприятия. Не получив помощи от управляющей компании, жители написали официальное заявление в Роспотребнадзор. И тогда уже мы будем выяснять, кто это, также подтверждать наличие вины управляющей компании, и также будем приостанавливать деятельность предприятия и отправлять его в суд. В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора выполнят все необходимые лабораторные исследования. Но выселить мастерскую из жилого дома без суда в любом случае не получится. А значит, еще какое-то время несчастным обитателям этого общежития придется терпеть запах краски и паленой кости.